Фотографии – это память, которая останется навсегда. В МИАСе завершилась кровеческая акция по сбору старинных фотографий, связанных с историей города, окрестных сел и поселков. За три месяца в ней приняли участие 33 человека, которые предоставили фотографии из семейных архивов. Пролистывая старинные альбомы, мы вспоминаем лучшие моменты жизни своей семьи, города, страны. У многих дома есть такие фотографии, которые было бы интересно увидеть всем, кто родился, жил, работал в нашем городе. Поэтому МИАСские библиотекари в сентябре этого года решили провести акцию под названием «Остались только на фото». Ее итогом стала выставка, на которой представлены почти полторы сотни фотографий. На снимках и золотодобытчики, и шахтеры, и сельские учителя, и купцы. Есть кадры, сделанные рабочими, которые застраивали наш городок и поселок строителей. Мы собрали 147 фотографий. И можно сказать, что каждая третья была настолько уникальна, что ее сразу запросил музей в свои фонды. Каждый предоставил фотографии из своего семейного архива, которые помогли восстановить какие-то забытые страницы истории МИАСа, помогли МИАСам вообще обратить внимание на тему краеведения. В акции принимали участие люди разных возрастов. Одна из участниц – директор музея школы номер 60 Евгения Копылова. На ее фотографиях история поселка МИАС-2. Наш поселок очень старый, можно сказать. На будущий год ему будет 60 лет. Газеты мы выписываем только через библиотеку. И когда я пришла в библиотеку в очередной раз за газетой, мне сказали, что начинается акция – вот старые фотографии. Я принесла в библиотеку несколько альбомов, так как в школе наша будет в 2016 году тоже 60 лет. Летопись школы у нас ведется с первого дня. Очень много интересных фотографий. Акция «Остались только на фото» проводилась впервые. Инициативу библиотекари поддержали сотрудники МИАСского краеведческого музея и Управления культуры города. В следующем году они планируют собрать коллекцию фотографий времен Великой Отечественной войны.